С самого начала я бы хотел сказать, что мы живем в такой век, где много внимания крутится вокруг личности человека. То есть в центре «я». Конечно, мы приходим в церковь, и мы вот это «я», «моё» предлагаем Богу, но мы все равно отталкиваемся от того, кто я. Хотя мне кажется, я так думаю, что, видите, я опять так думаю, что важно начинать с призвания. Это отправная точка, призыв, призвание, зов «Виктор, иди сюда», вот когда оно прозвучало, или «Александр, иди сюда», «Авраам, выйди из дома отца твоего». Как только вот этот момент имел место, твоя миссия, твоя роль – это отреагировать на то, к чему зовет Бог. Иногда это сводится к маленькому заданию. Это может занять у тебя пять минут времени. Иногда может занять пять лет жизни. Иногда может занять всю жизнь. Но Авраам повиновался призванию. То есть до момента призвания, как я говорил утром сегодня, что все люди Библии, все герои Библии, без исключения все, слышали голос Божий. Потому что моя вера – это реакция на задание. И мне кажется, что вся молитвенная жизнь человека, все богоискательство в личной жизни человека сводится к тому, чтобы Бог начал говорить с моим сердцем. Если этот момент был или есть побуждение в сердце человека, тогда есть берег, есть точка отправная. Ты знаешь, что делать. Это как навигационная система. Если она не запустилась, ты не знаешь, куда направлять автомобиль. Многие люди, хорошие христиане, замечательные верующие люди, богобоязненные, с чистым сердцем, но они не знают, куда направлять свои ресурсы. Много бизнесменов, христиан есть с хорошими финансовыми возможностями, но они не знают, куда направлять эти возможности. Многие люди с образованием, но если у них нет призвания, они не знают, куда направлять эти ресурсы и возможности. И это плохо, это ужасно. И эти люди посещают церковь. Как я сказал сегодня утром, одно дело – найти Бога, другое дело – найти себя. И вот этот вопрос, найти себя, он мега важный, чтобы себя задействовать с максимальной пользой. Например, если нужно попылесосить этот зал, я дам вам пылесос, думаю, что любой эту работу может выполнить. Это несложная работа. Ее может выполнить человек без образования, ее может выполнить человек с высшими или двумя высшими образованиями. Но согласитесь, что немножко неэффективно и нечестно человека, у которого есть два высших образования, или, допустим, который по образованию хирург, и ему дать такую работу на фулл-тайм, этот человек может принести намного больше пользы. Этот человек, находясь на своем месте, может принести намного больше пользы, потому что таких людей значительно меньше, чем людей, которые могут пылесосить. И вот эта способность распределить человеческий ресурс разумно, мы достигаем максимальной эффективности. Знаете ли вы, что на данный момент в нашем веке существует больше 50 тысяч профессий? Я не оговорился, не пять, больше 50 тысяч профессий. Некоторые из этих профессий – это узкая направленность, специалисты узкого профиля. То есть таких людей реально мало, но они специалисты в своей области, в своей сфере. Потому, когда мы говорим о призвании, я сейчас скажу вещь, с которой думаю, что высокий процент из вас не согласится. And that's fine. Но я действительно разделяю понятия – это духовных проявлений через человека и призвания человека. Еще раз, чтобы не запутаться. Есть понятие духовных проявлений, когда Бог проявляется через человека. Это одна область нашей жизни. И есть призвание человека. Это несколько другое. Почему я сознательно разделяю эти два вопроса? Потому что проявление – это проявление Бога через человека. Это не проявление человеческих способностей, образования, усилий, то, в чем ты сильный. А Бог проявляется через кого хочет, когда хочет, как хочет и сколько хочет. Еще раз, на Божье проявление не влияет ни полчеловека, ни возраст человека, ни национальность, ни образование. Бог суверенно проявляется Духом Своим через кого хочет, когда хочет, сколько хочет и как хочет. Он может проявиться через маленькую девочку, которая сказала жене Неймана, и это вошло в историю, было большим чудом, и несмотря на то, что Сирия воевала с Израилем, Нейман проделал колоссальную работу, приложил неимоверные усилия и пережил чудо. Это была маленькая девочка. Что мы будем Богу подсказывать? Кого употреблять, кого не употреблять? Но сказать, что это призвание девочки, я так не скажу. Это не призвание, это проявление Бога, слова знания или слова веры. Потому у Павла так хорошо эта мысль изложена, замечательно, гениально изложена. Он сказал так, каждому дается проявление духа на пользу. То есть это проявление духа, это не проявление моего характера, или моих сильных сторон, или моего красноречия. Этому как раз учатся. Один лучше излагает мысли, другой хуже. Кстати, когда мы читаем послание Павла, одно дело писать послание, другое дело словесно излагать свои мысли. Похоже, допускаю мысль, что Павлу было сложно излагать свои мысли. Потому в нескольких местах он говорит, я невежда в слове, но я не есть невежда в познании. То есть я понимаю вещи. И мы в этом смысле не сомневаемся в Павле, он понимал вещи. Но совершенно другое дело объяснить, изъясниться, тоже термин Павла. Какое принесло вам пользу, если не изъяснюсь откровением или познанием? Какое принесло пользу? И вот эта способность изъясняться, способность хорошо выражать мысли, это отчасти человеческая способность. Но, я повторяю свою главную мысль. Моисей не мог изъясняться. Моисей – это совершенно не тот образ, который мы смотрим в фильмах голливудских о Моисее. Что он как встал, как сказал, там такой голос, там мурашки по коже бегут. Это совершенно не тот Моисей. Однажды я читал о Самсоне, и я подумал, почему всегда Самсона рисуют такими, с мышцами такими, с сильным человеком. Если бы он, правда, был настолько сильным, это, наверное, физически, это бы, наверное, даже не удивляло людей, как в наш город Сакраменто, когда ты приехала, power team, вот это знаешь, что гнут вот эти прутья, там на шее ломы сгибают металлические, там полтора инча. И один мне говорит, Алекс, Алекс, поехали, там такая сила Божия. Говорю, где? Он говорит, ты представляешь, на шее такой лом согнуть. Я говорю, ты шею эту видел? Если бы моя сестра томилась вот такой шеей, согнула этот лом, то, наверное, я бы поверил, что это сила Божия. Но когда у него такая шея... Я говорю, что когда читал о Самсоне, я подумал, что это с другим связано. Дух Господень сошел на Самсона, и он растерзал льва, как козленка. Сила Божья сходила. Поэтому это проявление Бога. И Бог может проявляться через людей по-своему. Когда дело касается призвания, это несколько другое. Здесь и берутся во внимание способности человека, берется во внимание место, где он живет, язык, его культура, история, в которой он вырос. Мы, например, читаем часто такие тексты, где написано, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем». Другими словами, если просто сказать, пророк всегда в почете, кроме своих родственников, кроме своего ближайшего окружения. Там у него почета не будет. Но примечательно то, что пророки всегда были среди своего народа. Это редкое исключение, что Бог посылает Иону к другому народу. Тот другой народ не поверит этому пророку без знамения. С какой стати Ассирия, Аниневия была столицей Ассирии, ассирийцы угнетали Израиль, Израиль платил дань, с какой стати Ассирийцы должны поверить обиженному, раздраженному еврейскому пророку, что через полтора месяца Аниневии больше не будет и следа? Они ему не поверят. Что за послание странное? Пришел обиженный, угнетенный еврей, угрожает, что через сорок дней Аниневия исчезнет с лица земли. Никто ему не поверит. Потому Бог делает знамение такое, и Христос говорит, Иона был знамением для неневитян, знаком. Я не знаю, что это было, каким образом он был знамением, не хочу фантазировать, но он точно был знамением. И потому такая была реакция на проповедь Ионы. Но в основном пророки в своем Отечестве, все пророки в своем Отечестве. Почему это важно? Потому что ты вырос с этими людьми, ты на этой улице вырос, ты знаешь их язык, они знают тебя, и ты им приносишь слово от Бога. То я хочу вот на что сделать ударение. Римлянам 12, 7 и 8. Важный текст. Я не знаю точно, как он звучит в других переводах, но в русском синодальном мне нравится, как это выражено, как здесь речь идет о призвании или о служении человека. Смотрите. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай. То есть, обращаю ваше внимание, первый главный вопрос – это кто ты? Кто ты такой по натуре, по воспитанию? Кто ты? Прежде чем раздавать, прежде чем учить, прежде чем приступить к какой-то деятельности, к какой-то работе, давай разберемся, кто ты? Вот этот вопрос – кто ты? И учитель, увещатель, раздаватель, начальник, допустим. Ты начальник? То есть, без лишней скромности. Не надо сейчас там притворяться. Ты начальник? То есть, ты администратор по характеру? Есть люди, они реально администраторы. А есть люди, увещатели, душепопечители по-нашему, они не администраторы. Даже если его поставят администратором, у него не получится это. А есть люди, врожденные администраторы, врожденные начальники. У него получается? Да, ему сто людей, он справится, он разумно использует, расходует человеческий ресурс. Если начальник скажет душепопечителю, слушай, устал, давай поменяемся местами. Мы все равно одному Богу служим в одной церкви. Давай полгодика я буду заниматься увещанием, буду консультировать людей, а ты поработай в офисе. Ни у одного, ни у другого не получится. Не получится. Не получится, потому что Бог обозначил род наших занятий. Бог суверенно. Бог определяет географию служения человека и род его деятельности. Это может звучать религиозно, может звучать как штампы такие, мы такие слова бросаем, но я на самом деле этому придаю огромнейшее значение. Бог определяет род деятельности человека. Бог же мой создатель, Он же меня создал. Я же не просто биологически существую, как индивидуум. В моей жизни есть цель, есть какая-то миссия. Почему об этом не молиться? Настойчиво, целенаправленно, долго, честно. Почему не говорить Богу в молитве, я буду делать любую работу, лишь бы это была твоя работа. Не важно, какую работу, я за себя сейчас отвечаю, не важно, какую работу выполнять. Важно понимать, что ты это делаешь для Бога. И я не вру. Не важно, ты стоишь за кафедрой, или ты пылесосишь, или ты за камерами стоишь, или ты следишь за этой техникой, чтобы она хорошо работала. Это не столь важно. Важно, для кого ты это делаешь и с каким отношением ты это делаешь. Я не знаю, откуда у меня такое, ну, как бы догадываюсь, что это Бог вложил такое. Но я вспоминаю вот такие вещи. Один фрагмент из своего детства, скажу, один фрагмент в 18 лет со мной произошел. Вот, например, я старший в семье, после меня еще три брата, и Тамила у нас, сестра моя последняя, пять детей у родителей наших. Я вот помню, мама давала мне тряпку влажную и говорила, вытирай плинтус. Вот этот, как оно по-английски? Baseboard. Yes, right. Baseboard. Вытирай, потому что там собирается пыль. Вот я помню себя, там, семь лет мне, восемь лет, мальчик. И я помню, когда я вытираю, вот так на палец наматываю тряпку, вытираю эту пыль, иду по всему периметру, всего дома. И я помню, подхожу к кровати, плинтус уходит, бейсборд уходит под кровать. Я сколько могу достаю, но я не залезу же под кровать, потому что там неудобно, чтобы вытереть там. Вот я не вру, я ложусь спать вечером, я не могу спать, потому что я там не вытер пыль. Я не могу спать. Я встаю или на следующее утро, или вечером. Это плохо мне. Мама даже не спрашивает. Я беру опять эту тряпку, я лезу под кровать. Когда я это сделал, ху, нехорошо. I love it. I love myself. Я не знаю, откуда это такое. Я помню, в 18 лет мы приехали в Америку, мне было 16 с половиной, и я пошел работать к одному китайцу или корейцу. Он буддист, у него стоит Будда, и он грушу ест, или яблоко делится с этим Богом своим, половинку ему ставит. Я на него смотрю таким глазом. Взрослый мужчина, имеет бизнес большой. У него этот Будда стоит. Я один раз имел неосторожность спросить его. Говорю, слушай, это ваш Бог? Он говорит, yes, it's my God. Я говорю, а если он разобьется, упадет? Он на меня так посмотрел. Я говорю, ну, I'm serious. А может такое случиться? А он говорит, come on, повел меня в сторич, показывает, в коробках лежат штук 10 этих. Я говорю, окей. No further questions. То есть, и я вот у этого человека работаю. Иногда у меня просто это вызывало тошноту. Серьезно, захожу в офис, он с этим Богом разговаривает, яблоки ест эти, знаешь. Я смотрю на это все, думаю, я знаю живого Бога, я работаю с этим человеком. То есть, в его подчинении. С другой стороны, когда мы, это большой сторич был, я вытирал там полы, мыл полы после рабочего дня. Я лез под эти шкафы, я вытирал в самом уголочке. И я для себя говорил, делаешь это, делай, как для Господа. Все, что ты не делаешь, делай, как для Господа. Меня это в характере осталось. Если я вижу запятую в неправильном месте в тексте, я мучаюсь. Если я слышу, скрипит дверь, я мучаюсь. Я просто думаю, ну почему? Это же нужно смазать, это же людей отвлекает. Если какой-то ребенок вот шумит, и родители не выведут его, это может сбить мою всю проповедь. Я наберусь терпения, я помолюсь, я подойду к этой мамочке. Ну пожалуйста, ну ежекомнаты, уважайте других людей. И вот у меня ко всему есть дело. Почему? Почему? Интересно, почему? Почему, знаете, постоянно думаешь, как не предать людей, и как не предать доверие людей? Люди тебе доверяют. Люди принесли тебе свое внимание. В наш век 20-й получить внимание человека. О, вау! Вы знаете, что вот это последнее поколение, его называют поколением Альфа. Поколение Альфа, которое родилось после 2010 года. Внимание этих людей фейсбук-страницей, когда они листают фейсбук-страницу или инстаграм, они могут подарить посту вот этому, или этому, или этому максимум одну секунду своего личного внимания. Если в течение секунды ваш пост не поймал внимание этого человека, не остановил его внимание, не завоевал его внимание, он идет дальше, вы его потеряли. До 2010 года молодой человек, который был в социальных сетях, дарил вам 8 секунд своего внимания. После 2010 года одну секунду. Знаете, что мы начали делать? Мы убрали все шапки, все вот эти заставки, там-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-хлеба. Мы все это убрали. Из-за чего? Да потому что я теряю внимание людей. Я учитываю, в какой век мы живем. Мы начали переделывать все наши программы. Более того, когда я делаю монтаж проповеди, вот эта вступительная речь, добрый день, здравствуйте, приветствую всех вас, мы вам рады. Обратите внимание, у меня этих нет на видео. У меня их нет. Когда я встаю, я все это отрезаю, я сразу говорю, сегодня я буду говорить с вами или с тобой. Мне важно поймать внимание человека. Я очень много воды, пробуксовок выбрасываю. Почему? Потому что я могу придать доверие людей. Человек внимательно меня слушает, а я ему общие штампы, фразы. Он два-три раза зевнул, пошел дальше. Я уже его потерял. Поэтому я пытаюсь сказать, что вот это ответственное отношение верный в малом, он верен во многом, не будет, а есть. Верный в малом, он есть верный по характеру. Как мы мыслим сегодня? Мы думаем, ну это же мелочь, что там так переживать? Начал ты вовремя богослужение, не вовремя. Это же ну три минуты, пять, семь минут, большую разницу делает. Но Христос сказал, как раз человек, который принципиален в маленьком, он такой по характеру. Мы мыслим по-другому, мне кажется, ну если бы у меня была встреча там с президентом важной компании, я бы приехал за два часа, не дай бог опоздать где-то. То есть в большом я был бы верным, я бы выдержал все критерии. А Христос не так говорит, а с Христом лучше не спорить, он лучше разбирается. Он говорит, ну-ну-ну, не так. Человек, который верный по характеру, верный это точный, точный. Он точный в деталях, жизнь состоит из мелочей, жизнь состоит из деталей. Теперь, смотрите, когда мы приходим к проповеди, моя жизнь, моя деятельность, связана в основном с проповедью или с учением. Смотрите, в русском языке 260-280 тысяч слов. Апостол Павел сказал, нет ни одного из них без значения. Другими словами, каждое слово имеет definition, определение. Смотрите, когда я, например, готовлю проповедь, я должен очень понятно сформулировать мысль. Я сам с собой днями разговариваю. Ты хочешь сказать о верности Божией. Что именно ты хочешь сказать? Бог верный. А что это такое? Ну, как бы, все знают, что это такое. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Что ты хочешь сказать? И когда я формулирую мысль, я ее формулирую на бумаге. И я подбираю слова самые точные. Я экономлю внимание людей. Я хочу быть понятным. Я хочу изъясниться откровением, если это правда откровение. И вот эти все вещи в моем случае очень важны. Я уверен в технических вопросах, в любых вопросах, в консультировании. То, что сказал пастор Богдан. Учиться? Почему Билли Грейма спросили за год или два до смерти? Если бы вам осталось жить три дня, что бы вы делали? Он сказал, два из них я бы учился. Почему так важно? Потому что только тот, кто учится, тот развивается, тот живет. потому что учиться – это открывать себя для нового. Знаете, как я вот вижу интересные тенденции в людях. Когда я говорю вещи, скажем, в проповеди, которые ты знаешь и которые ты приветствуешь и с которыми ты согласен, ты говоришь «Аминь». Даже если ты это не говоришь, ты «Ес», ты внутренне согласен, молодец. Человек может подойти и сказать «Хорошая проповедь». Что это значит? Это значит, что человек со мной согласен. Но если он со мной согласен, что я нового ему сказал? Ничего. Он просто утвердился в том, что и так знал, без меня. Это хорошо или плохо? Это хорошо, что человек утвердился и он еще услышал, что и Александр так тоже понимает какие-то вещи. Это очень хорошо. Но развивает нас по-настоящему новая информация. новая, которую мы слышим, мы говорим «Хм, я так не думал, надо будет полистать Библию, меня это зацепило, звучит убедительно, но я так раньше не думал». Это развивает человека. Все эксперименты, все научные, медицинские эксперименты, все происходят таким опытом. слово «открытие», научное открытие. Это же то же самое, что откровение. Чем примечательно, что собой представляет откровение? Открылось. Открылась вещь, которую ты раньше не знал. Так она, эта истина существовала раньше? Конечно, существовала. В смысле, эту истину мог знать и Давид, и Исаия. Конечно, могли знать. А почему я не знал? Хороший вопрос. А ты хочешь сказать, что ты все знаешь, или я все знаю? Ну, потому оно и открывается. И что интересно, как только оно открывается, ты это видишь у Исаии, ты это видишь у Давида, читал эту Библию 30 раз, и не видел у Давида. А как только ты понял эту истину, ты думаешь, надо же, и Давид об этом писал. Надо же, и Исаия это имел в виду. Это очень интересно. Поэтому, когда мы говорим о проявлениях Бога, это одна плоскость. Когда мы говорим о призвании, это связано с твоими природными способностями, которые тебе дал Бог от рождения. Еще раз, Моисей был косноязычным, и Бог его не исцелил. Для Бога, похоже, это вообще не проблема, потому что перед Моисеем стояли вообще другие задачи. Он не учитель Библии или там закона. Это может сделать Аарон. Но, если Бог человека привлекает для какого-то служения, он ему дает соответственные навыки, способность, желание учиться, развиваться в этой области. И нужды наши, согласитесь, нужды наши заключаются не только в духовной сфере нашей жизни. Есть очень много бытовых вопросов, огромное количество бытовых вопросов. Это тоже нужды. И мы можем восполнять эти нужды и должны восполнять эти нужды. поэтому я последнюю мысль скажу. Я бы вот на пересечении трех путей искал свое призвание. Я об этом говорил тогда с лидерами три года назад или когда мы встречались, но для меня это очень важно. Три вещи, которые помогут человеку ну как бы поискать хотя бы себя. Радар вот такой поставить, антенну поднять и сигнал поискать. Первая вещь это область нужды. Бог всегда посылает благодать в область нужды. То есть везде, где людям плохо, сердце Бога там. И не важно, что это за нужда. Зуб болит, душа болит, страшно человеку, простить врага не может, не важно, что. Там, где человек плачет, там, где душа болит, Бог там. Просто нас там часто нет, к сожалению. Потому что это напряжение, потому что это забирает твое время, потому что если ты узнаешь беду этого человека, ты сам плохо спать будешь, а оно тебе надо так сильно все к сердцу брать. И потому мы часто дистанцируемся, удаляемся, и мы не хотим идти туда, где боль, где нужда. но если мы правда хотим поискать свое место, Бог всегда посылает благодать там, где больно. Всегда. Это как подсказка такая, да? Не надо начинать тот бизнес, которого уже и так много. Ты обнаружь нужду в городе или там в своем районе и открой бизнес, которого еще нет, и к тебе потянутся люди, если это правда нужда. Как где-то читал о каком-то человеке, который открывал обувную фабрику где-то в Африке, ему говорят, ты там бизнеса не сделаешь, там люди босиком ходят. Он говорит, как раз я там бизнес сделаю, потому что там нет вообще конкурентов. Вы хотите сказать, что люди хотят всю жизнь ходить босиком? Вы ошибаетесь. Да, но люди там даже не знают, что такое обувь. Они очень быстро узнают разницу, когда мы начнем шить обувь. Второе, на что стоит обратить внимание, это то, что я уже сказал, это отличительные способности человека. Это, вот, например, я рос в консервативной церкви, и у нас не разрешалось читать литературу, никакую. У нас даже христианских книжек не было. Первая книга, которая была в нашем доме, кроме Библии, это была книга Демаса Шакарьяна «На счастливейшие люди на земле», и я ее прочитал в захлебе то несколько раз. Книг не было вообще, а была сильнейшая тяга читать. Поэтому я начал читать русских классиков, читал много. прятался, не буду рассказывать кучу историй интересных, но я читал. Я помню, мы посетили Карелию в России, там уверовала одна учительница, она женщина с высшим образованием, преподавала русский язык, и мы ехали с ней в машине, и мы заговорили о Сергее Есенине. Какое стихотворение она не начнет, я продолжаю, наизусть. Я сам удивился, какое количество стихотворений я знал наизусть. у нас недавно в городе Сакраменто собирается такой литературный клуб, неверующие люди, в основном собираются, русские люди, интеллигенция, и я стал туда ходить иногда. Просто мне и интересно, и плюс я знакомлюсь с людьми. Их немного собирается, человек 50, и вот в прошлом году до пандемии они отмечали 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака, известного поэта и писателя одного из пяти лавриатов Нобелевской премии по литературе среди русских людей, русских писателей. И я пришел и сел сзади, не хочу впереди садиться, комната небольшая, и там одна женщина, которая хорошо знает историю Бориса Пастернака, она выступала около часа и читала может 15-20 его стихов. Женщина в возрасте, ей около 80, такая еврейка, интеллигент, и поскольку я сидел в самом конце, меня никто не видел, кроме нее, выступающей, и в тех случаях, где она запиналась, я ей подсказывал губами, и мы друг друга поняли, потому что она наизусть читала, она наизусть читала стихотворение Пастернака. То есть я к чему говорю? I love литературу, у меня нет дня, чтобы я не читал стихи, у меня нет ни одного дня, чтобы я не читал стихи. I love it, как это объяснить? И я никогда не думал, что Бог, что за этим стоит Бог, честно, сознаюсь, я никогда не думал, что Бог может это употребить для проповеди Евангелия, для того, чтобы говорить с людьми. Я никогда этого не думал. Но сегодня я замечаю это, что Бог за этим стоял. и потому вот эти сильные стороны человека, на них стоит обратить внимание. К чему у тебя есть естественное стремление, естественное влечение. Ты можешь сказать, что у тебя естественное влечение только кушать и спать. Это ужасно. Если это единственное твое влечение в жизни, это ужасно. я уверен, что жизнь одна. И знаете, я на Новый год нашей церкви как-то пожелал. Я желаю вам быть жадными, жадными к жизни. Жизнь проходит, жизнь очень интересная. Забирайте все, что можете. Очень много всего интересного. Как сказал когда-то Лев Толстой, в мире столько хороших книг, что нет смысла читать плохие книги. Мы не успеем прочесть хороших книг. Сколько всего интересного на земле. Господи, дай нам голод, дай нам жажду к познанию. И это нас сильно, сильно обогатит. Итак, вторая сфера это твои естественные способности или стремление к чему-то, или то, что у тебя получается делать всегда. Попробуй в той сфере предложить свою помощь в церкви. И третье, последнее, это Божье содействие. Такое русское слово, оно с приставкой со, то есть есть действие, есть содействие, да, то есть Бог может тебе противодействовать, Бог может бездействовать, хочешь сам, делай сам, и Бог может содействовать. Я сам себе задаю вопрос, это важно, чтобы Бог мне содействовал, или мне все равно? да вы что? Я постоянно этим молюсь, такой молитвой. Господь, если это тебе не надо, мне это сто раз не надо, и ты знаешь, что я не вру. Я не хочу увлечься каким-то делом, и уйти с головой в это дело, а потом в конце жизни понять, что похоже, на Богу было не нужно, похоже, оно и людям не нужно, похоже, я заигрался, и оно было только мне и нужно, а когда я ушел, оно больше никому не нужно, мне кажется, это трагедия, хуже не придумаешь для человека с призванием, потому да, я сознательно так молюсь, Господь, разрушь мой успех, если этот успех не от тебя, если это просто мои способности, или мне очень это нравится, я сознательно, я этого не хочу, я этого не хочу, разрушь, закрой двери, вразумием, не хочу, не хочу, потому Божье содействие очень важно, но Божье содействие, оно связано или привязано к призванию, потому именно Бог призывает человека и обозначает его работу, его род занятий, это Бог делает, и географию его служение обозначает, вот мы читаем эту притчу, что он одному дал два таланта, другому пять талантов, просто нас немножко сбивает слово талант, потому что талант это в нашем представлении как способность, на самом деле имелось ввиду совершенно другое, талант это мера серебра, это определенная единица, вес серебра, в разные периоды истории, она по-разному была, там 16 килограмм, там 11, вес серебра, то есть начальный капитал, господин удаляется в другую страну, оставляет своих слуг или рабов без надзора, иди сюда ты, иди сюда ты, короче так, меня не будет продолжительное время, вот тебе стартовый капитал, начальный капитал, потому что без этого капитала ты никакого дела не провернешь, у тебя не с чем работать, нет начального капитала, но господин не хочет, чтобы ты просто протратил его капитал, потому что он смотрит, ты не настолько способный, потому он по силам каждого, ты справишься, вот два таланта тебе дают, две меры серебра, ты более проворный, более шустрый, ты справишься, я тебе нагрузку даю больше, и он дает им пять талантов серебра, и вот это я считаю Божье содействие, то есть он человеку помогает, он смотрит, что в человеке есть это, хватка, есть, и такому человеку Бог и двери открывает, и финансы посылает, и такого человека могут пригласить, доверить ему какую-то позицию, почему, потому что в нем это есть, и Бог хочет, чтобы он это развивал, то есть человек это развивал, чтобы его умножить, чтобы его стало больше того, что есть в человеке, ошибка, когда люди постоянно ищут возможности, Господи, открой мне возможности, ну хорошо, ну а что вот дай тебе большие возможности, давайте две минуты пофантазируем, хорошо, у тебя есть возможность выйти на телевидение, во всем городе, ты справишься с этой возможностью, хорошо, у тебя есть возможность заработать миллион долларов в течение месяца, и что? это очень хороший вопрос, и что? Что произойдет с тобой, что произойдет с этими финансами? Это будет тебе на пользу, во вред, почему кто-то в Библии молился, Господь, нищеты и богатства не давай мне, ни с тем, ни с другим не справлюсь, дашь слишком много, забуду тебя, стану жить для себя, дашь мало, не справлюсь тоже, пойду красть, буду обманывать, потому мы иногда не учитываем, что есть же еще наша способность справляться, а что мы будем делать с возможностями, которые дает Бог? Мы все равно, вот, вся ценность в твоем внутреннем мире, серьезно, друзья, услышьте, это последнее, что хочу сказать, вся ценность это в твоем внутреннем мире, там ты либо богат, там либо вот Бог проделал большую важную работу, и Он хочет это вот твое ценное, вот это семя, вот этот сорт, сорт вот этот, да, размножить его хочет, либо там ничего ценного нет, там только зависть, там только жадность, там только гордость, ну и что, если тебе дать возможности, ты умножишь эту зависть и эту гордость, ты же, ты же это умножишь, читал биографию Иосифа Сталина, так боролся с этими царским режимом, так хотел для людей принести лучшую жизнь, и что он принес, принес ровно то, что было в его сердце всегда, а что в его сердце было, в его сердце было страшное зло, страшное зло, если читаешь его биографию, его даже старшеклассники в школе боялись, потому что он так отомстит, он будет тебя месяцами выжидать, но он тебя так и забьет, что с ним решили вообще не связываться, это был мальчик неуравновешенный, но он очень хотел свободы народу, наверное, искренне хотел, но помните, что Соломон написал в своих притчах, он сказал, есть четыре вещи, от которых трясется земля, одна из этих вещей, когда раб делается царем, то есть Соломон нашел это очень чем-то страшным, страшное дело, когда человек с рабским менталитетом, вечно обиженный, злой, все виновны в его несчастье, и такой человек получает царские возможности, хуже не придумаешь, потому что такой человек всех в рабов превратит, он на всех отыграется, потому главный вопрос, что внутри тебя, ты хочешь встать за кафедру, ты хочешь вести домашнюю группу, что ты хочешь делать? Главный вопрос, что ты выносишь из сокровищницы сердца своего? Я говорил нашим лидерам в церкви, хорошо, представьте себе, что Бог дает вам возможность, ну как бы ресурс, чтобы вы себя реализовали в виде одного доллара, вот вот вам доллар, пожалуйста, что вы сделаете с этим долларом, и что вы умножите? Ну, человек, который там внутри никакой пустой, ну, банку пива купит, наверное, даже банку пива не купит, ну, как бы вред маленький, потому что возможности маленькие, дайте этому человеку сто долларов, он в сто раз больше сделает вреда, дайте этому человеку сто тысяч долларов, допустим, он губернатор или мэр города, а если он внутри пьяница и мод, любит проматывать деньги, он промотает государственный бюджет, потому что он такой, сколько вы им возможностей не давайте, он вынесет то, кто он есть, и я серьезно, серьезно говорю, многие люди, хотят возможностей, люди хотят, чтобы их заметили, а что ты можешь принести, а если человек добрый, а если человек богатый внутри, ты дашь ему сто долларов, он сто долларов добра сделает, дашь ему сто тысяч долларов, он сто тысяч раз больше добра сделает, поэтому все возвращается к внутреннему миру человека, и когда там человек дает возможность Духу Святому, наводить порядок, к этому человеку тянутся люди, этот человек щедр, он себя предлагает, он служит, он добросовестный, на него можно положиться, с этим человеком легко в команде, он тебе не будет прикословить, он справился с собственной гордостью, он не обидится, он не будет за твоей спиной говорить, никогда шептаться не будет, я говорил, когда передавал служение старшего пастора, я говорил, если бы одним словом можно было характеризовать климат или атмосферу в нашей пасторской команде, я бы сказал это одним словом safe, безопасно, я не знаю откуда такая милость Божья ко мне, но я правда не верю, что в моей пасторской команде хотя бы один за спиной что-то говорит обо мне, я в это не верю, правда, у нас такие отношения, что мы можем открыто говорить, но когда мы говорим открыто, это не значит, что мне надо по два раза, чтобы сказали, или пять раз сказали, я говорил, братья, я не глухой, я вас слышу, можете больше не повторять, но это не значит, что я буду делать все, что вы сказали, на то вы советники, совет даете, я вас услышал, спасибо большое за совет, то есть это просто счастье, когда Дух Святой строит команду, когда Дух Святой развивает служителей, когда мы ходим перед Богом, вот это просто счастье, когда ты не перед Богом ходишь, а перед людьми на задних лапках выслуживаешься, ты, конечно, ждешь, что тебя погладят, конфетку дадут, если не дали, ну, ты обиделся, все, ты в депрессию ушел, тебя не заметил, так если ты для Бога делал, то не переживай, ты так сильно, Бог видит все, что ты сделал, не переживай, так сильно, Господь все видит, поэтому опять все возвращается, мы перед Богом ходим или перед людьми ходим, два последних текста из Евангелия, простите, заканчиваю, один текст интересный, так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного, другой текст, смотрите, не творите ваши милостыни перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе вам не будет награды от Отца небесного, ой, я растерялся, так делать перед людьми, чтобы они видели или не делать перед людьми, чтобы они увидев поблагодарили, это пусть будет домашнее задание, но там ключевое слово, как подсказка, смотрите, не творите перед людьми с тем, чтобы они увидели, то есть если твой мотив, чтобы тебя увидели, пропал, пропал, даже если ты сильно-сильно молишься, не пропускаешь ни одного молитвного собрания, фарисеи больше молились, фарисеи вставали на углах улиц, чтобы его с четырех улиц было видно, так Христос сказал, он говорит, старайтесь явиться перед Богом, и Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно перед всеми, Бог тебя благословит, потому что ты это перед Богом делаешь. Ну, короче, вот такие штрихи, их на самом деле очень много, это маленькие фрагменты из этой книги, из этого пособия церковь и его устройства, и мы уже четыре года в нашей церкви преподаем этот курс, он состоит из 12 уроков, и мы увидели просто благословение, когда вдумчиво, не торопясь, мы работаем с командой, с людьми, годами, периодически, систематически, оно приносит большой плод. Благослови вас Господь. Спасибо. Хорошо, друзья, дальше мы продолжим. Богдан говорит не сядь. И сказал водички попей. Несколько вопросов, которые, я думаю, интересуют лидерам, особенно служения. Вопросы, которые мы сейчас пройдем, я думаю, больше направлены к лидерам, которые уже ответственны за какие-то отделы или желают быть в будущем ответственными в разных отделах. И первый вопрос это, как правильно собрать команду, как правильно собрать людей, подобрать именно людей, либо это детское служение, пение, милосердие и так далее. А второй вопрос будет потом, как работать с командой правильно, вот со сложными людьми, там, практические советы. Начнем с первого, как правильно построить команду, ваш опыт. Не только пастырскую, то есть разные виды служения. В моем представлении команда строится вокруг видения. Для этого видения должно быть очень понятно изложено. Если видение не изложено или оно меняется каждую неделю, люди будут неуверенными и раздражительными, очень трудно работать в таком коллективе, но для того, чтобы видение было понятным, лидер должен очень хорошо молиться перед Богом и очень хорошо его сформулировать. И когда я сижу в зале и мне рассказывают понятным языком, что мы собираемся делать, когда этот человек в восторге от того, что он будет делать, я в зале нащупываю знакомый пульс. Я бы хотел быть в команде этого человека. Теперь, когда я прихожу в команду этого человека, я должен работать на это виденье. Могу ли я ему подсказать что-то? Могу ли я сказать? У меня другой взгляд на это. Конечно могу. Это даже хорошо. Я говорил так нашему пастору Эдуарду сейчас. Я говорил так. Большое количество вопросов для нас неизвестно. Мы не получаем ясного руководства от Духа Святого. Таких вопросов большинство. У нас нет ясного вразумления. Поступай так. В таких случаях мы обязаны советоваться. В таких случаях мы должны быть честными как апостол Павел. Когда он сказал в отношении девства замужества девушек у меня нет откровения. Совет могу дать. Но он честно поступил. Он разделил понятие откровения и просто совета. И он не злоупотреблял своим авторитетом апостола. Ясно разграничил. Откровения нет. Совет могу дать. А бывает, что мнение выдается как откровение. Это ужасно. Это ужасно. Когда человек хочет усилить свою точку зрения, оперирует текстами писания, это то, что делали фашисты. Делали явно безбожные вещи, но писали, что с нами Бог. поток. Поэтому я считаю, что само служение, ясно изложенное видение будет привлекать людей, которые захотят стать рядом. И эти люди должны усиливать этот поток, а не пускать ручейки, разбить этот поток на разные направления. Те из вас, которые были в Египте, вы, наверное, видели, как ездят люди в Египте. Ну, не с израильтянами ты имеешь в виду. Ну, в Израиле еще по-другому. Но вот я раз был в Каире, они хвастаются, что на 17 миллионов населения в Каире у них один светофор. Ездят и показывают этот светофор. Ну, так шутят, наверное, может, у них несколько, но так нам сказал гид. Как бы у нас, говорит, нет аварий со смертельным исходом, но зато каждая машина помятая. Потому что они ездят 15 километров в час. Это невыносимо, как они ездят. И я смотрю, что многие команды тоже так. У них нет больших скоростей. но они и тебе не дадут разогнаться. Это просто вредные люди, которые постоянно тебе будут подрезать. Дорога свободная, но просто вредные люди. Если такие люди в коллективе, они тебя замучат просто. Что с такими людьми вредными делать? Отпустить? Куда? В Каролайну отпусти. Не знаю. Билет в одну сторону. Нет, серьезно. есть такие люди, смотри, в коллективе, которые вот так аварию не сделают. Они поперек тебя не пойдут. Они Бога боятся и тебя боятся. Они не хватают гац, знаешь, мужества просто стать против Богдана или там против другого лидера. Но постоянно подрезать без проблем. Постоянно он будет тебе подрезать. И в итоге все тормозят. Потому что ты собираешься на лидерскую встречу вместо энтузиазма, огня, пэшен постоянно два-три человека клинят. Отпустите этих людей. Значит, итог. Выбор команды в любом отделе. Главное лидеру представить, что мы делаем, почему мы это делаем и хочешь ли ты быть частью этого. Да, но когда ты стоешь, ты усиливаешь это направление, ты его не переделываешь. Ты должен четко понимать. Ты приходишь ко мне, не я к тебе. ты садишься в мой автобус, я за рулем, и не думай, что ты меня выбросишь и сядешь за руль, но тебя не получится. И чтоб тебе не пришлось выпрыгивать на ходу потом, то лучше сейчас думай два раза. Но если ты уже в моем автобусе, мы будем делать великие дела. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Как работать в команде? Практические советы, наверное, более имеется в виду с трудными людьми, которых уже... В команде трудные люди? Да. Которых уже как бы отпустить будет много... Не хочу назвать это слово, да? Дыма. благоуханье. Будет много обиженных как бы держать, как ты говорил, тормозится дело. И как вот здесь разруливать ситуации ваш опыт? Я по характеру более прямой. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Некоторые люди мне считают достаточно авторитарным, как бы жесткая вертикаль власти. Я вроде бы аккуратно говорю, но я прямо говорю. То есть я говорил нашим людям так. Смотри, давай разделим понятие между духовными какими-то убеждениями истиной, давай даже такое слово употребляем, и просто мнением. Что такое мнение? Это точка зрения. Знаете, что характерно? Мы все спорим в области мнения, а не в области истины. Павел сказал, немощно принимайте без споров о мнениях. Все споры о мнениях. Ну, come on, people, ну, нравится вам такая мебель, ну, и хорошо, ну, а мне не очень нравится, ну, и что? У меня такие вкусы, у вас такие вкусы. Разве это разумно тратить энергию из-за этого на лидерских встречах спорить? еще одна аллегория очень важная. Например, когда я еду в аэропорт, особенно, когда я в чужом городе, я говорю, отвезите меня в аэропорт, и я смотрю, как бы по карте, там, по навигации, мне рисуют вот эту дорогу, вот она дорога, но человек местный, человек знает город лучше, он здесь 20 лет живет, он говорит, Александр, ну доверьтесь, я знаю лучше, мы так быстрее попадем. Смотрите, мне важно, что, какой дорогой мы едем в аэропорт, или мне важно попасть в аэропорт вовремя? Это хороший вопрос. Когда мы амбициозны, мы часто на лидерских встречах спорим, какой дорогой ехать к цели, но послушайте, если для нас правда важна цель, мы можем обсуждать разные пути, но зачем нам напрягать отношения, говоря о методах достижения этой цели? Множество конфликтов в командах именно о методах. Нет, мы не так должны это делать, а так, какая разница, как мы делаем? Давайте просто делать, давайте просто идти к цели. Но есть люди, которые, что-то у них внутри не так, что-то, если не по-ихнему, он уже обиделся, все, он уже шепчет, он уже бубниц сидит за столом, это просто сложные люди. Потому я говорил, если у тебя нет сговорчивого характера, покладистого, оставь этот коллектив, пожалуйста, ты для нас бремя. Серьезно, посиди, подумай, возвращайся, но если у тебя нет в характере такого качества, сказать, пастор Богдан, можно идею предложить? Пожалуйста, предлагайте. Он рассказал идею с надеждой, сейчас все скажут. А пастор Богдан послушал и говорит, спасибо, я подумаю. Через неделю встретились? Нет, все-таки мы будем делать так, как раньше решили. Такой человек, который предложил эту идею, не имеет права обидеться. Если он обижается, он не должен быть в команде. Он не зрелый человек. Такой человек, если он верный, он скажет, все понял, пастор Богдан, спасибо, что выслушали мою идею. Без разговора работаем так, как у тебя есть сердце. И этот человек не будет два раза тебе это повторять, ныть бесконечно, три раза повторять. То есть я понял, что мы тратим огромное количество времени на вот эти все разборки, вместо того, чтобы достигать больших результатов. В команде должны быть люди, которые тебе верны, которые верят, что ты поставлен Богом, и люди, которые, конечно, могут предложить идею, но они сговорчивы, они покладисты, и они могут сговариваться. Христос сказал, если два человека не могут сговориться, то куда они пойдут? Вот эта способность сговориться, договориться, русское слово. Мы говорили, 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 и договорились. Поставили точку в нашем разговоре. Все-таки давай вот это делать. Но без первого лица в команде это невозможно. Без человека, который есть право поставить точку, это невозможно. Мы превращаемся в демократическое общество. Мы будем голосовать, мы будем родственников подключать, мы будем перетягивать канат бесконечно. Мы вымотаемся, и всех вымотаем. Поэтому должен быть ясный порядок. Человек должен обладать правом поставить последнюю точку. Спасибо за все ваши советы, но мы делать будем вот так. Это называется порядком. Итог ответа, что если в команде есть люди, которые не соглашаются, как-то тормозят дело, я имею в виду разные виды служения, то ваш совет таких людей просто отпускать, говорить им прямо, хоть это будет разговор, может, неприятный, но чтобы это не тормозило общему делу. Да. Следующий вопрос. Как я могу расти и развиваться как лидер любого служения? Вот я как лидер. How can I grow as a leader of any ministry? Ну, кто такой лидер по определению? Это слово лид. L-E-A-D. Лид это ты первый. Лидер это ты впереди, да? Хорошая компания Samsung, хорошая компания Apple, даже не знаю, какая из них лучше, но смысл следующий. Если какая-то компания опередила в своих инновациях, инновations каких-то, чуть-чуть другую компанию, чуть-чуть, какие-то функции лучше работают или новая функция появилась. Смотрите, что происходит. Кто лидер на рынке технологий? Неужели нет других компаний? Да их много, они плохие. No, they are very good actually. Но почему эта компания лидирует? Они вот настолько опередили, но опередили. Если спортсмены бегут, они же замеряют долю секунды, практически вместе пересекают финишную черту, но на долю секунды вот этот все-таки занимает первое место, он лидер, у него золотая медаль, у этого серебряная, он второй прибежал. Так точно и в духовных вопросах лидер прежде всего это человек, который преуспел больше в своих духовных подвязаниях. Что имею ввиду? В бизнесе назначают человека, вот он ответственен. В бизнес структурах или в политических структурах твои духовные качества они никому не интересны. Если ты просто шустрый, настойчивый, persistent, ты даешь результат для компании, всех это устраивает. В духовных вопросах это может даже усложнять, потому что тебя назначили пастором или лидером домашней группы. Так звучит, да, лидер группы, то есть он первый. Но в группе сидит человек, который в духовных вопросах больше преуспел. И он об этом не говорит, это все чувствуют. Все чувствуют, потому как он понимает Писание, как он говорит о Боге, как он молится, все чувствуют. И все даже невольно к нему обращаются, даже если он молчит, его сторону головы поворачиваются, а что думает Степан или Мария, или Таня, что она думает? Вот он есть лидер. И здесь начинается конфликт между настоящим духовным лидерством, потому что тот первый, он не назначен первым, но он первый. Поэтому Павел так писал Тимофею, будь образцом для верных слове, ты последовал мне в жизни, не просто в доктринах, ты последовал мне в жизни, в терпении, в гонениях, которые меня постигли, ты прошел дальше других, это не обязательно было делать, но ты решился. и потому Павел не просто назначил Тимофея и сказал, все рот закрыли, Тимофей, моя правая рука, а Павел говорил, ты должен сам завоевать свой духовный авторитет. Люди должны увидеть. Вопрос снова сузить. Вопрос был, как взрастить себя как лидера. How can I grow as a leader? Как я могу вырасти? Вот я же пытаюсь ответить, это твои личные подвязания в молитве, вхождение перед Богом, в послушание Богу. Я знаю людей, которые Библию знают реально, в много раз лучше меня. Я их знаю давно, по 30 лет знаю, человека, сейчас конкретного человека имею ввиду. Но я видел, как Бог его призывал. Я видел, как у него получалось служить. Но он боязливый. Он реально боязливый человек. Это большое родство, и этот человек просто боится. Что скажет? И вот он этот барьер преодолеть не может. Обычное ожидание, когда мы говорим о росте лидера, там ходи на курсы, университет, ABC, пять пунктов этих исполни, ну и будешь расти. Ты сейчас как бы открываешь или даешь приоритет, предпочтение вообще другой стороне. Именно духовной, развитие духовной личности, лидера служения, вот это и развивает лидера. Да. Я понимаю, что я противоречу общепринятым сейчас правилам, но я так говорил уже несколько лет нашим братьям. Честно говорю, особенно с Валером Ахимичем говорил, я перестал верить, что лидеров можно выращивать. Sorry. Я понял, что лидеры растут в молитвенной комнате, когда они ищут Бога. Это какие-то самородки, они сами растут. Радикально, запомните. рост 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 я что его можно направлять их можно, наверное, советовать, поддерживать, наверное, важно их выявлять, замечать. и привлекать. да, но вот сам, наверное, рост, самый-самый рост, вот как лидера любого служения, это его личные отношения с Богом. не курсы, да? Хорошо, спасибо. А можно вот пару слов о характере лидера, потому что это вот было, или у нас тут есть один вопрос, критерии лидера на основании ваших стандартов, вот, Алекс, просто вот ваш, твой опыт, вот, лидера, которого ты хотел бы видеть в команде, вот, что вот из опыта служения ты понял, какими качествами должен обладать лидер служения, и немножко хочется затронуть характер. На первое место я бы поставил integrity, такое английское слово integrity. Честность? Целостность, цельность, честность тоже, это синоним слова честность. Integrity, как русское самое целостность? Это как бы человек, который внутри не расслаивается. Существует достаточно высокое количество ситуаций, которые тебя вынуждают думать одно, но все-таки ты не скажешь так. Ну, не скажешь, тебя не поймут, тебя осудят, или ты скажешь так, но все равно сделаешь вот так. Такое количество ситуаций огромное, но, но, тот пример, который я приводил, если я маме сказал, что я вытер плентус, это нужно мне, это даже не маме нужно, она не будет это проверять, это нужно мне, я себя не уважаю, мне плохо. Почему? Ну, я не знаю, почему, плохо мне и все. И вот такие вещи есть интересные. Вот сказали мне в церкви, дом хлеба, пастор Александр, вот тебе карточка кредитная, машину заправлять можешь. И если у нас есть гость, и ты считаешь правильным его взять на обед, ты покрываешь обед свой и его. Я не один раз был в ситуации, жара, 100 градусов там и плюс в Сакраменто, машину заправляю, с собой нет никаких денег, пить хочется страшно, я покупаю на эту же карточку бутылку воды. Я обязательно это запишу в телефон, я обязательно эти 3 доллара или 5 долларов верну. Это нужно мне. У меня свобода. Я могу в глаза людям смотреть. И когда ты насаждаешь такое отношение ко всему, ко всему, это так классно, это так здорово, эта атмосфера доверия, она просто есть в коллективе, тебе просто доверяют. Когда мы говорим, у вас интересуют вопросы финансовые, любой член церкви в любое время может прийти в офис, посмотреть все отчеты. И никто даже не приходит. Почему? Потому что люди доверяют. Потому что мы взяли этого аудита, мы не обязаны это брать. Мы платим 4 тысячи долларов в год, приезжает совершенно посторонняя женщина, американка, и она проверяет, каждый рисит. но зато мы получаем огромный кредит доверия. Люди спокойны. Даже если кто-то клевету бросает, она не имеет никакой силы. То я считаю, что для меня лидер это личность цельная. И в тех случаях, где что-то не получается или что-то случилось, сильный человек, член команды и я первый как ведущий человек. Я должен быть честным. Я приводил этот пример. Таких примеров много. Разных. Один такой пример. Быстро. Простите. Коротко очень. Я где-то в проповеди об этом говорил. Ситуация была такая. Жанина мама, Нина, испекла пироги. Угостила нас, что пасхальный праздник лет десять назад. Их было очень много этих пирогов. Я говорю Жанне, давай я угощу своих родителей. Пожалуйста. Я взял часть этих пирогов, они свежие, еще теплые, из духовки, отвез своим родителям. В дом не заходил, в дверях вручил, папа, мама благословений поехал. Папа растрогался, взял эти пироги, говорит, Жанна пекла, даст, передай большое спасибо. Я не хотел нарушать его хорошего Я еду домой и думаю, ну Жанна же их не пекла. Я думаю, как же я теперь ему позвоню? Ну можно и не звонить, я же ничего не сказал. Я же ничего не сказал. Я ничего не сказал. Я просто промолчал. Но я еду, вспоминаю текст, где Овеса и Давид над головой Саула. И Овеса написано, спрашивая тут Давида, пригвоздить его. Я же не думаю, что они там разговаривали, как мы здесь. Он просто дал понятие. Разреши. Давиду достаточно было отвернуться. И это было бы знаком согласия. И я это понял. И я теперь хожу, подбираю слова. Как я папе позвоню? Мне неудобняк, реально. Как я ему позвоню, скажу, знаете, это не Жанна пекла. Но это делать надо. Мне плохо. Поэтому я, Богдан, реально выделяю из многих качеств трудолюбие, порядочность, пунктуальность, простота. Я на первое место ставлю интегрити. Пунктуальность. Такая, кажется, маленькая деталь, но в каждом служении много волонтеров. Если они опаздывают, ваша реакция. Мы поняли. Ну вот спросите наших людей, как и у вас, счетчик, служение начинается вовремя. Я говорил, это же неправильно. Мы подождем братьев и сестер, мы их уважаем, а еще они вас не уважают. Вы пришли на время, получается, они вас не уважают, а мы их уважаем. Тех, которые нас не уважают. Но это неправильно. Мы пришли на время. Это их проблема. Следующий вопрос. Как лидеру служения балансировать между семьей, служением и отдыхом? Как баланс между семьей, семьей и весом? Коротко попробую ответить. С годами я как бы пришел к такому заключению, что первое поле моего служения это все-таки семья. Если я не могу заботиться о домашних, а забота даже не просто чек положил или хлеб купил, или штанишки сыну купил. Забота это забота о душе. Если я не могу заботиться о домашних и устроить свой собственный дом, как я устрою дом Божий. Если в своем собственном доме у меня нарушены отношения, теряется доверие, у нас у каждого свой интерес, я эту микромодель приношу в церковь. Потому нет, нет, еще раз нет, нельзя обделять семью за счет того, что в церкви ты должен служить. Если ты уже женатый человек, если ты замужем, у тебя есть дети, у тебя есть семья, у тебя есть ответственность перед этими людьми. Я к этому тоже со временем пришел и стараюсь выруливать эту ситуацию. Но я здесь еще одну важную вещь скажу. Перед семьей, перед служением есть еще моя собственная душа. И очень часто я заметил, что моя душа уже настолько обмельчала, я уже так мало ей внимания уделял, да, душе, что мне уже нечего дать ни детям, ни церкви, я начинаю говорить, повторять одни и те же вещи, мне уже становится даже чуть-чуть страшно, что все от меня ждут чего-то, а я обмельчал, а я просто вымотался, я просто устал. И я понял, что есть еще право моей души на личное время, когда я говорю личное время, есть музыка, которую я люблю послушать, я сейчас не о духовных вещах говорю, есть книги, которые я бы хотел почитать, это именно для души, честно, в моем случае, так здорово, мне просто хочется почитать, может быть, это, ну, как бы не духовная литература, я читаю богословскую литературу, но есть вещи, когда просто хорошо на душе, ты просто уделяешь этому целенаправленное время, ты просто уважительно относишься к своей душе, ты становишься богаче, твое настроение, ты не загнанный, ты не загнанный, потому что тебя могут загнать, постоянно наступает на пятки, это чувство долга, и в итоге ты становишься такой машиной, ты механически все делаешь, в тебе умирает какая-то часть, какой-то ребенок внутри умирает, способность просто жить и радоваться жизни, это опасно, мне кажется. Не бойся, Богдан, все будет хорошо. Еще есть какие-то практические может быть советы или отдых, служение, семья, или вот ты думаешь, ты ну как бы в радость должно быть, я бы так сделал. Ну, есть в твоем расписании какие-то, не знаю, ограничения, там, один день в неделю ты на рыбалку ходишь, отдыхаешь, или такого нету, или это все так спонтанно, или это там четкие разграничения. разному было, разные периоды жизни. Конечно, у меня существует расписание, разумеется, люди приезжают, передачи, проповеди, на год расписаны, все проповеди, когда я служу, куда я езжу, конечно, эта часть расписания, ты ее изменить не можешь, только пандемия может изменить. Но есть та часть, когда ты гибкий, когда ты просто говоришь, ну, ребят, я просто должен взять офф, я просто хочу побыть один, я должен иметь такой люфт, такое право для себя. Окей, следующий вопрос, я думаю, очень интересный. Алекс, поделитесь вашими ошибками в служении, которые могут быть назиданием для... Были ошибки, крупные ошибки, и это нельзя по-другому сказать, это были ошибки. В моем случае, если брать во внимание мой личный опыт, я люблю быстро делать и качественно делать. Мне не нравится возня долго, медленно, вокруг горы, и мне нравится, когда есть команда такая, что они с тобой в вагоне в воду, и у меня были случаи, когда я говорил, короче, не хотите, я это сам сделаю, и я находил деньги, мы делали какие-то проекты, мы это кто? Это я и моя жена. А потом я смотрел, а они не хотят этим даром пользоваться. Не хотят? Становилось обидно вдвойне, а ты для них как отец, ты для них сделал, ты вылез из кожи, ты все сделал, они не хотят. И я пришел к заключению, что когда идет все общество, цель не в том, что ты им обеспечил хорошие условия, цель в том, что мы идем вместе к цели, но если мы идем вместе, мы идем медленно. Вместо этих трех миллионов, которых Бог хотел научить вере, взять их землю обетованную, хватило бы трех людей. Это Моисей и Иисус Навин и Халев. Они бы втроем эти все земли завоевали и раздарили этим трем миллионам. Настолько у них была вера и огонь. Но разве это цель Бога? Чтобы три столпа таких в церкви было, на которых все держится, все финансы на них, они главные доноры, все проповеди, все дары духовные, остальные мы просто как птенчики кушаем все. Но это не цель Бога, это я пришел со временем к такому выводу, slow down, Alex, slow down, slow down, сбрасывай скорость, медленно, но со всеми. Вот это был серьезный для меня опыт и сложно было. Хорошо, спасибо, следующая ошибка. Жан, подсказывай. я даже не знаю, если бы кто-то сейчас критиков взять. Но ты подскажи, ты же видишь меня. Не знаю, меня как бы люди, некоторые считают, что я очень такой авторитарный. мне так не кажется. Я нравлюсь себе. Это шутка. В церкви за 15 лет служения, работы с разными людьми, командой и так далее. какие вещи, которые вы сделали, но вы бы их не рекомендовали делать, не повторять. Это тот же самый вопрос, просто с другой стороны заходишь. Ну я же пытаюсь. Да я не могу таких вещей сказать. То есть в процессе работы ты какие-то вещи находишь, но всегда был энтузиазм. Я боялся, знаешь, еще чего, Богдан? Да, хорошо. Я боялся еще загнать людей. Были случаи, что люди ломались. Слишком большая нагрузка, слишком высокие требования, слишком много мероприятий и все должно быть достаточно хорошо сделано. Один более выносливый, другой уже все. И ему стыдно уйти из коллектива, и он вымотался, он устал. И я, что мы делали, мы периодически поднимали зарплаты, если можно что-то такое посоветовать, я не знаю, как это у вас, но мы поняли, что лучше мы будем экономить на каких-то проектах, на какой-то потому что люди это главное наше сокровище. И люди могут пожертвовать, и люди наши жертвуют многим. Люди наши в офисе, которые работают почти у всех, наверное, вообще во всех высшее образование, они бы могли сейчас работать в какой-то компании ровно в два, а то в три раза больше зарабатывать. То есть вот эту разницу они жертвуют все равно для Христа, для Церкви Христовой. Но на этих людях нельзя выезжать. И мы это стали говорить всем людям в Церкви. Мы стали говорить вы бизнесмен, вы хорошо зарабатываете, вы хотя бы раз заинтересовались, сколько зарабатывают люди в администрации офиса. Честно, поинтересуйтесь. И это не потому, что эти люди, которые работают в администрации, они менее способны. Это потому, что они просто любят Бога и Церковь. Но так нельзя делать, что вы зарабатываете в 3 раза, в 5 раз больше, имея такое же образование, такое же количество усилий, а ваш брат и сестра зарабатывают в 3-4 раза меньше. Это наша общая ответственность. потому, если мы не будем приносить десятин, если мы не будем все ответственны за то, как это было установлено в Израиле, 11 колен содержало одно колено своими десятинами, то у нас начнется текучесть кадров, люди просто будут уходить, ты только привык, такой хороший человек, нашел работу, нашла работу, ты ее можешь обвинить, но ты не можешь обвинить, потому, что ей даешь 20 долларов в час, а ей предложили 30 или 50, потому, мы стали искать возможности пересматривать бюджет и серьезно, существенно поднимать зарплаты людям, которые на полное время или на полставки работают в церкви, как бы беречь надо кадры, беречь людей. Спасибо, Аллах. Следующий вопрос, как отличить возможность от отвлечения, от призвания? Например, человек движется, в каком-то направлении, он уже служит, ему приходят, звонят, вот тут есть такой вариант, такая возможность, такая нужда, открытые двери, пожалуйста, давайте, и тебя как бы туда втягивают, и действительно хороший вариант, действительно, почему бы и нет. Как здесь разобраться людям, чтобы не заниматься тем, к чему они не призваны, чтобы не брать на себя больше, чем они могут понести? Да, вопрос замечательный, и риск очень высокий, потому что, когда ты здесь копошишься, вот здесь как бы рутина такая ежедневная, а здесь тебе предлагают такую возможность, только человек, знающий Бога и знающий, к чему он призван, он останется верным тому, к чему Бог его призвал, где его поставили, потому не всякая дверь, это Богом данная возможность, не всякая, может быть дверь как искушение, чтобы тебя вытянуть из твоего призвания, сто процентов может, сто процентов такое может и такое будет, тебе предложат значительно лучшую позицию, значительно более интересное дело, но ты уверен, что это призвание, ты сверял с Богом это, ты серьезно об этом молился, или у тебя такой стереотип, Бог открыл дверь, у меня был такой случай, коротко скажу, когда жив был еще Пол Крауч, основатель тебе, американского, меня пригласили в Иерусалим вместе с ними, они прилетели там вообще частными самолетами, это вся элита тебе, американского, и в Иерусалиме, происходила передача полномочий от Пола Крауча к его сыну, Мэттью Крауч, и мы стояли в одной гостинице, и там велись разговоры о том, чтобы взять нескольких русскоязычных спикеров и раскрутить их на американском ТБН, бюджет был выделен на этот проект, миллиард долларов, это реально богатые люди, если вы знаете, по количеству станций, студий, ТБН богаче СНН, больше 7 тысяч студий этих людей, в СНН столько нет, и когда велись разговоры, еще жив был Игорь Юрьевич Никитин, который представляет русский в России ТБН, они рассматривали мою кандидатуру, они меня поселили в этой гостинице, и я каждый день, в 4 утра моя душа металась, я ходил к стене плачу, через эти явские ворота, я вставал на колени, и говорил, Иисус, чего ты хочешь, что мне делать, серьезно, я напуган такими масштабами предложений, и я понимал, что это выход на большую американскую аудиторию, совершенно другой рынок, выразимся языком бизнеса, и я получил слово от Бога, не делай этого, я тебя призвал служить славянам, последний день, я помню наш разговор, я отказываю, мне кажется, что за всю мою жизнь со мной так не разговаривали, как они кричали на меня, как с пацаном, они говорили, ты понимаешь, что это предложение века, ты понимаешь, что ты делаешь, я правду рассказываю, я извинялся тысячу раз, я говорил самыми вежливыми словами, я говорил, я не могу этого, у меня чувство, что я попадаю в желудок огромного кита, кашалота, где меня растворят желудочными соками, я просто исчезну, мое призвание исчезнет, тебе она такая машина, он все перемелет, и душа моя туда не поворачивается, я это получил в молитве, и я от этого отказался, это правдивая история, потому я уверен, что будут искушения, и большие искушения, еще один раз была история, приехали люди, неверующие люди из Нью-Йорка, и они посмотрели мое оборудование, у нас хорошее оборудование, я смотрел сегодня ваши очень хорошие камеры, и человек сказал, хочу взять твою студию на 6 месяцев со всем твоим оборудованием на фулл тайм, я хорошо заплачу, и он назвал хорошую крупную сумму, большую сумму, мы были вдвоем в офисе, и первая мысль, вау, сколько можно сделать с этими деньгами, вторая мысль приходит, представ, они за эту сумму закроют мне рот на 6 месяцев, 6 месяцев я не смогу записывать проповеди, передачи, интервью, 6 месяцев моей жизни меня выключают из призвания всего-навсего за эти деньги, я сказал, но, но, я отказал, он уехал, так я понял, потому, да, будут предложения, но это не от Бога, может быть, и от Бога, я не утверждаю, нужно молиться о каждой ситуации, если можно еще несколько слов сказать, как в вашей церкви, если есть такие структуры, целенаправленные платформы, которые мы немножко уже затронули, вопрос взращивания лидеров, есть ли хоть какие-то платформы, направления, они в комнате растут, сами как-то, я помню, да, этот ответ, что они должны сами расти, закрыться в комнате, но, я думаю, что, может быть, какие-то все равно есть или нет, а вдруг я найду, к вам уже едут хорошие лидеры из Сакраманта. Когда, у вас в церкви появляется новый человек или же, может быть, из молодых, в котором ты видишь потенциал лидера, какие следующие шаги? Да, мы об этом говорили, чтобы так не получилось, что все уже ключевые места в церкви забиты, все вакантные места заняты, и приходят свежие люди, свежие кадры, но им уже некуда вклиниться, тоже нездоровая атмосфера, нездоровая, да, но из наших наблюдений, как я вижу, у нас постоянно добавляются свежие люди. Если коснуться консультаций, например, душепопечительства, то мы привязываем человека к более опытному служителям, и они ездят в госпиталь помолиться, они консультируют проблемные семьи, или кейсы какие-то, как бы учатся люди. Из моих таких наблюдений, из 50, где-то у нас работников в штате церкви, на оплате, 50 человек, часть на партайм, часть на фуллтайм, включая общеобразовательную нашу школу, там 17 человек из этих 50. Все люди, за исключением двоих, моложе меня возрастом, то есть это молодые люди, и это с учетом того, что я 15 лет был пастором, я стал пастором 31 год. Меня всегда окружали люди моего возраста или моложе. Значит, я всегда понимал, что эти люди не будущие церкви, а настоящие. Это большая проблема, когда говорят молодежь, наше будущее. Обратите внимание, это, как правило, говорят старики. Но живем мы не в будущем, живем мы в настоящем, потому такая церковь обречена в лидерском составе иметь только старших людей. Плохо это или хорошо? Разговор не об этом. Разговор о том, что все достижения в мире сделали люди до 35 лет в основном. Все великие открытия, все Нобелевские премии в медицине, в науке, сделаны людьми. Это расцвет сил. Эдуард Кислянков стал пастором, и говорит, ой, такой молодой. Я говорю, слушай, Иисус Христос в 33 уже распили, а ему 34. Иисуса Христа уже не было в живых в твоем возрасте. Он уже давно свою миссию закончил. то я к тому, что обидно, когда такой потенциал. Молодые люди не находят себе места, они открывают бизнесы, они просто учатся, и вся их энергия туда уходит, и все их внимание туда уходит. Потому если церковь может предоставлять такую площадку, это было бы здорово. как вы в вашей церкви поступаете, когда к вам приезжают новые лидеры, новые пасторы, рукоположенные, служители уже с опытом. Насколько я знаю, коллектив, костяк вашего пасторской команды, он не меняется. И проповедники тоже не сильно меняются. Мы вчера с тобой об этом говорили. Говори честно. И я хотел, чтобы ты рассказал, как это работает, почему, самое главное, важное, почему. Я отвечу, так как мы вчера с Богданом об этом говорили и с братьями, почти 4 часа. Я не утверждаю, что мы правы в этом, я не утверждаю. Но когда круг людей, которые учат в церкви, которые проповедуют в церкви, этот круг людей, это люди, как бы вам это правильно объяснять, более-менее однородных или одинаковых взглядов, одинаковый почерк, этот почерк тоже сформировался. Люди, которые пришли ко мне в команду, мы знали друг друга на расстоянии, но годы нас сформировали. Первые два года церкви Дом Хлеба каждое воскресенье проповедовал я один. Не знаю, как это объяснить, но так надо было. Сформировалась какая-то культура, ДНК церкви. Потом ребята подтягивались, подтягивались, больше и больше, и не только молодые формировались, но старшим людям значительно сложнее воспринимать культуру, а надо работать на культуру внутреннюю. Я говорил, Бонч Бруевич такой был советский деятель, ему поручили исследовать секты, все секты протестантского евангельского направления, как-то понималось в те времена, секты. Знаете, сколько он насобирал разных направлений в славянском протестантизме, то, что не называется православием? 3,5 тысячи, 3,542 или 47 сект, согласий, направлений, толков, движений разных, которые друг с другом не контактировали. И все это евангельские или протестанты в широком смысле слова. Я к чему это говорю? Каждая церковь имеет свою субкультуру. Каждая. Ваша церковь тоже. Таким образом, когда большое количество проповедников, на сцене это допустимо, но эти люди должны выдерживать ДНК церкви. Тогда удобно держать общество и развивать общество в целом. Ценность не в том, чтобы было много проповедников. Вот я сейчас отвечаю за то, что я говорю. Ценность в том, чтобы было много откровений, которыми Бог питает народ. Вопрос не в том, много у вас проповедников или мало. Вопрос в том, много ли Бог говорит и учит вашу церковь. Через этих проповедников. Через этих проповедников. Он может быть один, их может быть сто. Получилось сто воспитать. Супер! Замечательно! Ну, значит, основная причина, почему в вашей церкви именно маленькое количество... Почему такой узкий круг проповедников на такую большую церковь? Да, потому что попытки наши, попытки ставить за кафедру других людей в нашем случае были менее эффективны или неудачны, потому что человек имел свой опыт духовный определенный. И мы не говорим, что его опыт плохой. Мы говорим, что он другой. Например, человек вырос в кругах, где там, не знаю, ездил часто по конференциям чудес. Без иронии. Там, ноги растут, люди падают. Я не сказал, что это плохой опыт. Я сказал, что это другой опыт. Этот человек искренний, но когда этот человек начинает об этом говорить или учить, оно расходится с нашей субкультурой. То есть, вы говорите о таком духовном винегрете, если так можно выразиться. Да, да. Когда вот количество... И я говорил, что когда мы говорим, вот Бог там, сила Божья действует. Я говорю, возьмите Рика Ворона. На последней конференции Рика Ворона я лично своими ушами слышу, когда он сказал, что шесть президентов африканских государств лично пригласили его на уровне страны повторить эксперимент, который он сделал в Руанде. Потому что в Руанде после геноцида, где из 12 или 11 миллионов населения один миллион поубивали друг друга, два племени, Хуту и Туци. Страна была в самом кризисе, в самом упадке. Приехал туда Рик Ворен, три года собрался церкви. Сейчас Руанда номер один из всех африканских государств по экономике, по количеству верующих людей, по взаимодействию с правительством. Другие президенты увидели это и попросили его. Готовы все вкладывать, финансы. И я спрашиваю себе, так, Рик Ворен, это его Бог употребляет или кто? У этого человека нет там чудес, у этого человека он не говорит на языках, насколько мне известно. Поэтому будьте осторожны с такими штампами и заявлениями, что вот это вот Бог, а вот это там философия. Будьте осторожны. Поэтому я сказал, Бог может по-разному действовать, по-разному проявляться, по-разному. Но субкультуру церкви я бы не рекомендовал разбавлять. Иначе, а что я делал с такими людьми? Вот с такими людьми, которые уверены, что вот так нужно направлять церковь вот в ту сторону, вот с такими проявлениями. Я говорил, я тебя благословляю. Я тебя не понимаю, но я тебя благословляю. Хочешь, вставай на сцену, я тебя благословлю. Я искренне перед Богом поднимаю руку и говорю, я буду радоваться, если твое служение вырастет в 10, в 100 раз больше моего. Но это не будет на территории церкви. Открывай свое служение. Ты чувствуешь, что тебя Бог так ведет? Благословить я Господь. Я так не понимаю. А я несу ответственность за этих людей. Вот так. Хорошо, спасибо. Один из вопросов такой был, это, наверное, из последних новостей. И почему, пастор Александр, вы решили передать служение старшего пастора такому молодому и неопытному Эдику? Все люди пытаются читать... И у вас же нету проблем со здоровьем? Нет. И вы на Флориду не переезжаете? Нет. Просто в случае. Я говорил, что есть, наверное, 4-5 основных причин, когда люди передают служение. Давайте быть honest. возраст, когда уже человек чашу несет, но он... И все... Возраст? Да, надо уже, чтобы человек передавал служение. И... Сколько я историй об этом знаю, лучше не буду рассказывать. Один пастор наш, знакомый, уже в серьезном возрасте, передавал служение, уже в больнице лежал, в Сакраменто. А потом говорит, меня попустило, все хорошо, я еще остаюсь. А другой, его ровесник, говорит, знаешь, перед смертью отпускает людей. Так что продолжай передавать служение. Возраст. 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 Второе, это конфликты в команде. Колец церковь. Человеков позорно наблюдать. Вырывают силы у человека. Третья причина, скажем, человек переезжает. Тоже знаем ряд историй таких. Четвертая причина, это грех. Человек явно улечен в каком-то пороке, и он не может оставаться в роли пастора. В нашем случае, ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый, ему нет места. Потому все люди пытаются найти причину, а ее нет. Пытаются читать между строк. Ну, что-то здесь не то. Ну, читайте. Вы думаете разве что другую причину. Другой причины нет, кроме одной. Двух, которые я назвал. Одна причина, это реально Божье повеление. Я это назвал в фильме. Чтобы я перефокусировал свое внимание на другое поле служения. А другая причина, это условия эмиграции. Мы живем в эмиграции. И Бог по-прежнему мне говорил, и говорит, ты будешь служить славянам. И я теряю заметно большую часть аудитории. А Эдвард вырос между нами. Все 15 лет у нас. 12 лет в духовном совете. Сколько? 6 лет, наверное, рукоп... Да, 6 лет пастор английского служения. 50% нашей аудитории он является пастором этой аудитории уже 6 лет. Потому я считаю, это идеально, это лучшее, что может быть, когда мы не уезжаем, когда мы еще в том возрасте, что можем служить. И мы можем помогать человеку. Mark my words, guys. Имею такое вот дерзновение пред Господом что-то сказать. С каждым годом все церкви эмиграции будут говорить дом Хлебова. Это было правильное решение. С каждым годом это будет больше и больше заметно. Потому что в эмиграции мы в любом случае растворимся в местной культуре и языке. Сейчас это выглядит дико. И непонятно. Но это стратегический ход, осознанный, в молитве. Спасибо, Алекс. Можно еще, может быть, пару вопросов из зала, если у вас есть, друзья, очень коротко попробуйте буквально, может, минут пять к Алексу. Пока вы думаете, Жанна, можно тебя так без предупреждения микрофончик, да. Жанна, можешь дать пару советов? Первое, женам, чьим мужья в служении. Вот как они должны реагировать, относиться на то, что по-любому как бы на эту семью, на этого мужа нагрузки больше. Он и в семье должен, в церкви должен, людям должен, он везде должен. И деньги должен приносить. Как вот жене служителя, это не обязательно пастора, это может быть лидер подросткового служения, музыкального служения, или наоборот, муж и жена, как бы вот какая должна быть реакция или помощь, или вот из твоего опыта. Давай начнем вот с этого вопроса. Я могу только, естественно, своим опытом поделиться, это не то, чтобы как бы шаблон для всех. Хорошо. Скажем, в нашем случае было, наверное, мне проще, потому что мы были молодые, неженатые. Я еще была не замужем, и мы провели в общей сложности два с половиной года, и последних полгода мы уже вместе, как муж и жена, в России, в миссионерском служении. Поэтому для меня было, наверное, нас Бог формировал как отдельную, каждого отдельную личность, и нам было, как бы мы уже к прежней жизни не вернулись. Настолько мы были захвачены духовным трудом, и Бог нас формировал, менял нас. И, наверное, для нас было очень легко понимать, что мы вместе смотрим в одну сторону, мы идем в одном направлении, и мы ни о чем другом даже не думали. Как бы в этом плане ему не пришлось меня переубеждать, что давай вот меня Бог призывает. Ты спросил женам, можно я сделаю одну ремарку и обращусь к мужчинам, к посторонке, к служителям. Для меня было принципиально важно. Я ему говорила, что Бог дал мне, знаете, когда у нас родился, я так начну с этого, когда родился наш первый сын, и после такой активной жизни я дома, ребенку месяц-два, конечно, для ребенка лучшее время, когда мы дома с ним. Алекс уходил постоянно, и мне вот этого не хватало, как кислорода, потому что вдруг вот эта активность резко остановилась, и я занята совершенно другими заботами. И я помню, как сейчас, он ушел, это было какое-то передновогоднее служение, такое праздничное, а я, ребенок, что-то даже не очень хорошо чувствовал, и я дома. И я помню, я стою утюжу, и мне так просто стало горько и обидно от всего, что там у кого-то праздник, а у меня вот тут вообще не чувствуется. И Бог стал говорить в мое сердце, что если ты научишься делать все, абсолютно все мелочи, как для меня, даже вот это, то, что ты сейчас делаешь, это сейчас твой сезон, это твоя миссия сейчас, это твой такой сезон, и я хочу, чтобы ты научилась это делать, как для меня в первую очередь. Второе было для меня такой тоже интересный момент, я прям помню эти дни, я помню, когда это даже происходило озарение внутри, когда приходит от Бога просто как ответ, он улетел в какой-то штат, какое-то было служение и на Дензгивен, и мне кажется, никто не ощущает такое полностью какого-то одиночества во время праздника. Вот когда ты один, ты понимаешь, что ну куда ты можешь пойти, к маме, кому-то еще нужен, как бы все с семьями собрались, все празднуют, ну к маме пошел с детьми. И я как-то так, я говорю, знаешь, не уезжай больше на праздники, я только как-то так одиноко, говорю, просто не уезжай на праздник, и вот есть другие дни. И я становлюсь молиться, и Бог мне просто говорит в сердце, что прежде чем Он твой, Он мой, что мы, каждый из вас, не только мужчины, но и женщины, мы Божья собственность прежде всего. и Бог как бы соединяет наши жизни, и, наверное, ну как бы, чтобы ты смотрела на это, что вот, я призвал его, и я хочу, чтобы, ну как бы, ты понимала этот вопрос, чтобы тебе не было тяжело. Вопрос был, я уже потерялась. Ну ты классно отвечаешь. Нет, нет, все, я поняла. Я хотела сказать, что для меня было важно. Спасибо, если что, ты подсказывала. Для меня, что было важно. Я говорила Алексу, говорю, если ты меня не будешь посвящать, и ты не будешь говорить, что в твоем сердце происходит, как я могу тебя поддерживать? Я же не хожу за тобой постоянно, я не присутствую, я не чувствую атмосферы. Если ты мне не будешь объяснять, что ты переживаешь, на каких перекрестках ты стоишь, какие решения тебе нужно принимать, то есть ты можешь ожидать от меня многого, а я вообще живу в своем мире, я тебя не понимаю, я не знаю, что происходит в твоем сердце, в твоих мыслях, какие процессы. Я должна чувствовать, тогда будет соответственная реакция. Поэтому, наверное, я думаю, очень много важно для жен служителей, и для них важно, они тоже, я понимаю, что многие есть вообще крайняя сторона, что это не твое бабское дело, простите за грубость, не твое дело, как бы, ну, мы же не рассказываем, он мне не рассказывает исповедь чью-то, он мне не рассказывает то, чего они между собой там, ну, как бы, какие-то моменты есть, братского совета, если это они постановили, что это вот в их кругу, значит, тут и остается. Но он делится планами, что куда Бог направляет, какие переживания, я считаю, это очень важный момент, это очень важно, то, что мне сильно помогало, и я видела, когда он делился многим свидетельствами, как Бог прикасается к жизни людей, как Бог меняет людей, и как Бог отвечает на молитвы, я видела, вау, это столько много приносит славы Божьей, как я могу быть эгоистичной, как я могу просто вот на себе все сосредоточить, внимание, и сказать, вот только мне, мне нужно твое время, и вот сиди возле меня. То есть, ну, это мы расценивали, что это всегда, это наше общее, у него такая миссия, у меня немножко другая. Жанна, это пришло с годами, или это процесс был длинный, или это сразу, это ты поняла, или это была целая школа? Ну, некоторые вещи, они были для меня сразу, как я сказала, мы были в Миссионерском, мы были уже, будучи в Америке, живя, просто Бог сильно стал нас звать в служение, мы были молодые люди, нам было по 20 лет, мы собрали в один день чемоданы и уехали в 94-м году в Россию. Это было не очень, не лучшее, страшное на то время 90-е годы, и родители, даже в церкви, я скажу, у нас не было нам поддержки, потому что нас смотрели, куда вы едете, нам говорили, девочки, вам нужно учиться и устраивать свою жизнь, замуж выходить, а не ехать. То есть, потому что мы неопытны были, но у нас такое было сильное горение, вот все, то, что я могу сказать, это было просто сильное внутреннее влечение Богом, и мы повиновались этому голосу, и там Бог нас учил. Поэтому для меня, например, я считаю вообще, вот я лично там научилась служить, и когда мы пришли уже в семью, нам не нужно говорить друг другу, кто что должен делать, мы служим, мы привыкли, неважно, кому мы служим, в семье, чужим людям, есть качество, есть навык служить просто, жить интересами других людей. И я считаю, что это очень здорово, когда молодые люди до брака, до замужества учатся служить где-то, они формируются как личность, у них вот этот эгоизм очень быстро уходит, потому что они переключают свои интересы, от себя отрывают, и они, ну как бы чувствуют, наверное, радость от этого, переживают. Большую радость. Мы по сей день учимся многих вещам, наверное, сколько будем жить, столько будем учиться. Окей, Жанна, да, спасибо. Алекс, как ты думаешь, что важнее способности человека, профессиональные или характер? Потому что часто вот в разных отделах, как бы, ну, берут людей, например, там, способных, но характер такой скверный или скандальный, или трудный, или же все-таки лучше взять человека с характером покладистым или более духовным, но он не способный, и его научить опыт. трудный вопрос, но где-то Вера Сергеевна Кушнер когда-то говорила, что Бог берет верных и делает их способными, а не наоборот. Это Вера Кушнер сказала. Это Вера Кушнер сказала. Бог берет верных и делает их способными, а не наоборот. Спасибо. Друзья, есть вопросы в зале? Пару минут. Если можно, да, коротко подбегайте сюда, к микрофону. У кого еще есть желание, если можно, еще сюда пару человек подойдите. Алекс, добро пожаловать. Джексон Вилл. Вы говорили нам, значит, вы не дня без стихов. Я решил проверить. Можете продолжить? Мело-мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела. На столе свеча горела. Окей. Может быть, тогда мне осталась одна забава. Пальцы в рот да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Это просто двух поэтов, которые вы назвали. Я их тоже очень сильно люблю. Но вопрос такой. Можно на него не отвечать. Может, он очень персональный. Вышел очень известный фильм American Gospel. American Gospel. Да, смотрели ли его или нет? Нет. Окей. Хотелось бы услышать ваше мнение. Да. Это документальный фильм. Окей. Ну, посмотрите потом, может быть. Хорошо. Тогда такой вопрос. Вы говорили, что если человек в лидерской команде никак не справляется со своими ответственностями, просто его отпускать, делаете ли вы какие-то дисциплинарные меры? Например, если это не расхождение, а видение. Да. Какая-то просто неспособность в чем-то. Вы в вашей команде, вы делаете, вы делаете что-то, работаете ли вы хоть как-то, или если это не духовные вещи? Так, конечно же, прилагаются колоссальные усилия построить отношения, объяснить видение. Я часто говорил своим ребятам, друзья, пожалуйста, послушайте, что в моем сердце. Прежде чем вам что-то говорить, да, я же много времени провел в молитвах. Если бы это было просто, ну, мое желание, я бы честно вам так сказал, и я бы от него легко отказался, но есть вещи, которые горят в моем сердце. Я чувствую, что Бог их положил в мое сердце. Прежде чем их сказать вам, может быть, и три месяца носил это, может быть, шесть месяцев. И потому, ну, уважьте, не просто меня, вашего пастора, уважьте Бога, который зажег это желание. И я вас не беспокоил по пустякам последние эти месяцы, пока не удостоверился, что это от Бога идея, это горит. И если вы хотите быть частью чего-то существенно важного, ну, вставайте рядом. Вот, потому я приучал людей, услышьте меня. Я повторял это много раз. Но если человек не слышит, ну, не слышит, ты его прямо видишь по глазам, он не слышит, он на своей волне где-то. Ну, что я могу сделать? Он просто то ли не вызрел, то ли он не часть нашей команды. Но дисциплинарных мер к ним нет, не применялось, потому что речь о грехах не идет. Речь идет всего лишь о том, что он где-то на своей волне, или он просто несговорчивый, или он это просто не понимает. Поэтому нет, в таких случаях, ни в коем случае, мы никаких дисциплинарных мер не применяли, потому что речь идет о команде. Спасибо, пастор Алекс. Я думаю, что много ценного мы услышали сегодня. Вопрос. Есть ли у вас совет для молодых людей, которые стоят на развилке, заканчивают школу, есть дороги, университет, библейские школы, работы, разные предложения. Конечно, каждый должен следовать своему призванию, каждый ищет ответы от Бога. Есть ли у вас какой-то совет вот таким людям, именно которые принимают это решение, куда им податься, податься, что им делать, в чем развиваться, какой-то совет. That's a great question, да. И многие молодые люди на таких перекрестках. Ну, наверное, хороший совет – это в такие молодые годы жизни уединяться, или просто много молиться, иметь какой-то личный опыт Бога. не просто такое христианское наследие, хорошее наследие от родителей, хорошая церковь, но какой-то личный момент, о чем говорила Жанна. Это был очень личный момент. Без этого личного момента очень сложно потом в жизни сориентироваться. Как я говорил, это как навигационная система. Она просто не запускается до тех пор, пока не обозначен пункт твоего нахождения и пункт твоего назначения. Она просто не запускается. И пока ты не поймешь, кто ты вообще, где ты, это такой сложный вопрос, потому что я сегодня это раза три повторял. Одно дело – найти Бога, другое дело – найти себя. И у меня это было, я буду всю жизнь, до смерти, буду благодарен Богу за этот сезон. У меня это был мучительный сезон. Я просто ложился на землю и умолял Бога месяцами, Господь, дай мне найти себя, не потеряться. Жизнь пройдет. Я не хочу экспериментов. Я не хочу бежать в этом направлении три года, упереться в dead end, в тупик. Потом, ой, не туда. Бежим туда. Ну не хочу, ну помилуй, ну пожалей. Время не повторяется. Помилуй меня. Я не знаю, откуда на меня нашло такое бремя. Помоги мне понять себя. Кто я в тебе, Христос? Я уже Бога знал, но себя я не знал. И потому я очень искал вот этого. И когда оно как-то сверхъестественно происходит, ты просто как-то себя начинаешь понимать. Я не скажу, что ты хорошо себя понимаешь, но ты хоть как-то можешь что-то понять внутри себя. и тогда жизнь, если имеет сбои, как опять же нафигационная система, ты потерялся в городе, она reload делает, она reset делает, понимаете? И она все равно тебя выводит к цели. В этом наше счастье, в этом большущее благословение. Я видел людей, которые падали реально в грех, в пьянство падали, но если они чтили Бога, если они любили Бога, они все равно, вот эта система reload, и она их вытягивала к цели. Мы сегодня говорили о Петре, который предал Христа, три раза отрекся. Но его избрание не изменилось. Он был апостолом и остался апостолом. Давид увел чужую жену, но он был помазанником и остался помазанником. Почему? Потому что был поиск себя и был поиск Божьей цели, и было почитание Бога. И это выведет тебя всегда на дорогу. Поэтому лучшее, что можно посоветовать, регулярно, сознательно, целенаправленно уединяться в поисках Божьей воли для своей жизни. Я лучшего не посоветую. Спасибо. Я чувствую, может быть, у вас уже есть интервью или где-то на YouTube этот ответ, но я не нашел. Вы можете мне, пожалуйста, сказать, когда вы узнали, что вам надо full-time идти на ministry, на служение, и тоже в одно время, потому что я тоже в служении, и я хотел бы пойти full-time, но у меня уже семья. Извиняюсь, тут у нас свет и видео. А, окей, извините. У меня есть уже семья и дети, и хотелось пойти full-time, но не вижу реальность в этом, и хотел узнать, как узнать, когда этот шаг делать, и какие вообще-то шаги надо видеть перед тобой, чтобы сделать такое решение. Ну да, сложно сказать однозначно. В нашем случае были тяжелые времена, когда я максимум мог 500 долларов в месяц приносить домой. Я глава семьи. Мне было ужасно тяжело. Я помню разговор с Жаной, когда я сказал, I'm done. I'm done. Sorry. Я оставляю это дело, я не могу смотреть. Она на full-time работает с животом, беременная. Она главный обеспечитель семьи. Я просто не могу на это смотреть. И я помню, как она сказала, Алекс, не вздумай, не сдавайся. Ты знаешь, что Бог тебя призвал. Мы преодолеем это, мы сможем. В тот момент она меня сильно поддержала. и периоды были разные, очень разные. И вопрос сейчас даже не о деньгах. Деньги не главные. Вопрос здесь много других факторов, когда тебя сбивают родственники, когда твои ровесники намного лучше живут, намного лучше отдыхают, когда твои ровесники женам уже подарили кольцо на 20 лет или 25-летие дорогое, да, а ты не можешь это себе позволить. и много других разных вещей. Но, но, вопрос всегда был вот каким. Мы жили скромно. Большую часть нашей жизни в Штатах, это больше 30 лет, мы прожили в аренде. Но у нас вообще не было с этим проблем. И не будет, если надо, завтра из дома снова переехать в аренду. Абсолютно не вопрос. Оно как бы не бадр. Оно не беспокоит. Главное это счастье в семье, это верность супругам, друг другу. И пусть домик будет простой и маленький, но если в этом доме ты счастливый, ты счастливый. И в нашем случае это играло главную роль. Мы жили просто. Я бы сказал, и сейчас живем просто. Да, сейчас у нас значительно лучше возможности, чем раньше. Но это не проблема. это не главное. Вот. Потому еще один момент такой. Есть же масштабы служения, да, и они зависят от Бога тоже. Он же обозначает географию, то есть размах твоего служения. и здесь не надо как бы сравнивать себя с другими. Одно дело пастор такого размера церкви или там другого или маленького размера церкви, там тоже пасторы, они тоже верные, но у них нет просто возможности, например, быть на фулл-тайм, потому что церкви 50 человек. А если он еще в Украине пастор, ну, у него вряд ли будут. Потому такие люди ходят на работу частично, частично их поддерживает церковь, и это нормально. А есть люди, которые входят в полное служение, есть со временем входят в полное служение, потому здесь нет такой одной формулы какой-то, но надо доверять внутреннему зову, как Господь зовет, и Бог обязательно выведет на дорогу. Пусть Бог благословит вас. I love it. У меня также вопрос к вам. Я хотел с вами встретиться чуть раньше, Саша. Я вообще с Фрэзда, Калифорния. Но только неделю назад переехал сюда и узнал, что вы сюда приезжаете. Думаю, ну надо же так. Вот такая вот ситуация. У меня несколько вещей услышал от тебя, если можно на ты. Я услышал о том, что домашняя атмосфера очень влияет на служение в церкви. Да? Второе, что я увидел, когда Жанна вышла, было сказано, что очень важно, когда муж, служитель делится с женой, что происходит в церкви. я тоже был лидером многие годы, и мне много раз жена сказала, не говори. Не говори, потому что есть не только позитивные вещи, есть и отрицательные вещи, которые, ну, я их переживаю. Я столкнулся с ними, они, ну, я потерял свое спокойствие, да, и если я поделился с женой, и она потеряла это спокойствие, я бы хотел сказать, как вы реагируете в таких случаях, если вы правильно поняли этот вопрос. Прекрасно понял вопрос, замечательный вопрос, благодарю вас. Я вот как раз хотел дополнить Жанну, что две вещи, которыми я с Жанной не делился, первая вещь это то, что было договорено держать в тайне, понятно, да, понятно, как бы тайна, то есть на духовном совете мы решили, никто об этом знать не должен. Вторая вещь, это тяжелые случаи, тяжелые, они были, это были, начиная от серьезнейшей клеветы, порочащей лжи, изощренной, целенаправленной против нашей семьи, против репутации, это были просто дикие выпады, демонические, это была клевета в жуткой форме, это отдельные письма, это отдельные звонки с угрозами, это судебные иски, о которых Жанна не знает, я просто ее жалел, я просто ей этого не говорил, и мы преодолевали это с некоторыми членами команды, мы просто молились, мы просто проходили это время, и ряд таких вещей она до сих пор не знает, ряд она знает, потому что она выходила, потому что она была частью, она достаточно вынослива, и выносливо это не просто похвала человеку, выносливо, это все в молитве, ты идешь в молитву, ты в войне в духовной, ты просто доверяешь Богу, выйдем, проходили не такое, пройдем и это, Давид укрепился надеждой на Бога на пепле, сикелага, Давида не было веры, он не знал, он вернет свое или не вернет в этом случае, но потом узнал, когда помолился, когда попросил эфот принести, тогда у него появилась вера, потому что Бог ему сказал, иди догонишь и отнимешь, но до этого момента, до этой молитвы, он не знал, как развяжется ситуация, написано, что он укрепился надеждой, не верой, вера пришла в ответ на слово, догонишь, а до этого у него веры не было, у него была надежда, а надежда это что такое, а надежда от опытности, апостол Петр написал, от опыта жизни, надежда от опыта, а какой опыт Бога, выводил и опять выведет, оглядываешься назад, всегда выводил, всегда, как бы там ни было, но выводил же, живы же, дышим, аллилуйя, выведет и сейчас, и вот это дает тебе уже надежду, потому что у тебя сложился паттерн такой, да, закономерность, Бог верный, Бог сто процентов верный, если мы не верны, Бог остается верным, слава Ему, спасибо, последний вопрос, ты уже давно знаком с нашим служением, с МБС, с церковью, что бы ты вот нам посоветовал, как церкви, и, наверное, учитывая тот момент, что за последние полгода сюда переехало очень много людей, что нам делать, уезжать в Калифорнию? Все, которые едут от нас, все, которые едут от нас, берите на замечание сразу. А нам куда бежать? Я шучу. Ну, что можно посоветовать? С одной стороны, это всегда радостно, приток новых людей, с другой стороны, это всегда хлопотно, потому что люди разные, с разных церквей, и опять же, акценты разные, опыты духовные разные, и откровения разные, и это всегда сложно. И просто пусть Бог вам даст терпение, сил, держите свой костяк, наверное, я вам посоветую. СМБС, или даже не СМБС, а церковь, ваш живой поток, имеет свое ДНК. Просто берегите его, цените его. И пусть люди, которые примыкают, пусть они уважают то, кто вы есть. Вы есть. Давайте так начнем. Вы есть. У вас есть свое ДНК. Берегите его. И пусть другие люди, которые хотят стать рядом, уважительно относятся к тому, что Бог формировал до сих пор здесь и будет продолжать формировать.